Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок был счастливым, умным, успешным и послушным. Но не всегда этого легко достичь, когда дети балуются, проказничают и особенно дерутся. А если речь идет о подростках, мама и папа хватаются за голову и не знают, куда бежать, особенно если подключаются соседские бабушки с фразой «Какой у вас трудный ребенок?». Я помогаю родителям найти баланс, делюсь информацией в социальных сетях, на личных консультациях и семинарах. Я объясняю, как подойти к воспитанию ребенка с точки зрения развития мозга и возрастной психологии. Я не боюсь отвечать на неприятные вопросы. В детстве нет темной стороны, и каждая особенность ребенка, она важна и значима. Я верю в то, что в мире нет чужих детей. Главное, здоровы ли они, счастливы ли они, и есть ли на их лице беззаботная и искренняя улыбка. Для этого не нужны тысячи гривен на интерактивные игрушки. Не надо водить ребенка на развивашки с самого рождения. Главное, чувствовать вашего малыша и понимать его потребности. Знать, как он развивается и помогать ему в этом. Большинство проблем со здоровьем и поведением ребенка можно предотвратить еще на стадии его появления. А у деток с неврологическими и психологическими расстройствами скорректировать до уровня, когда наличие проблемы будет практически незаметно. Именно нейропсихологи могут определить проблему, глядя на малыша, движение тела, жесты, услышав его речь. Это искусство на стыке медицины и психологии. И сегодня у каждого есть шанс воспользоваться такой возможностью. Гармония в семье, внимательность к потребностям малыша и своевременная помощь специалиста – именно это три слона, на которых держится планета счастье, детство и брака. Я помогу вам посмотреть будущее с уверенностью в своем родительстве. В своей работе я смотрю заключения профильных специалистов. Общаюсь с мамой, чтобы понять правила поведения данной конкретной семьи, наблюдаю за ребенком. И родители достаточно часто удивляются, что причиной их проблем может быть такие мелочи, как нарушение сна, режима дня, появление второго ребенка в семье и порой даже простые мысли и желания. Мой опыт показал, что элементарное желание каждой второй мамы побыть в тишине может отразиться задержкой речи у ребенка. Удивительно, но это факт. Приходите на мои консультации, семинары, курсы, чтобы найти гармонию в себе, в отношениях, родить здорового ребенка и воспитать его так, чтобы на закате лет он из любого уголка мира возвращался в родительский дом на ароматный пирог и объятия. От вас потребуется только терпение и желание. КОНЕЦ